Да, всем добрый вечер. Пару слов о том, кто я вообще такой и чего я тут буду рассказывать. Я тоже работаю в Одноклассниках и ведущим разработчиком занимаюсь как раз нагруженными системами, кто бы мог подумать. Но при всем при этом у меня еще есть за плечами большой опыт разработки непосредственно виртуальной машины, в том числе и той самой hotspot GVM, на которой большинство приложений в нашем мире работает. Кроме того, виртуальные машины не только по работе увлекаются, даже в свободное время отвечают на вопрос на стык и виртфлор, чем сам даже заработал себе наивысший рейтинг. Кроме того, разработал несколько опенсорных продуктов, они доступны на нашем гитхабе. Один из них, не раз сегодня буду упоминать, это фреймворк для разработки высоконагруженных серверов на Java. Другой, ASIM-профайлер, средство для профилирования Java-плажений. Ну, слышали, наверное, да, что Java тормозит? Может быть, кто думает, что Java тормозит? Да, я уже, честно говоря, устал бороться с этим мифом, да, честно говоря, и не миф это вообще. Пришел он, наверное, еще с тех самых давних времен, когда были, знаете, такие Java-аплеты, которые запускались в браузерах, из-за которых тормозили все сайты, показывали эту бесконечную крутилку. Ну, в действительности на Java написано довольно много таких систем, которые широко употребляются, вот в том числе и в высоконагруженных проектах. Вот только перечень из таких, которые на слуху у проектов, не все джаусские. Здесь и базы данных, распределенные системы, серверы, веб-серверы, серверы приложений, поисковые движки и так далее. Ну, и в том числе в Одноклассниках у нас тоже практически все написано на Java, и при этом у нас действительно система высоконагруженная. Вот один сервер обрабатывает десятки тысяч запросов в секунду, или там, если это видео-донлоуд, он отдает наружу 40 гигабит в секунду с одного сервера. Вот. И обрабатываются данные в оперативной памяти там объемом больше, чем, например, жесткий диск на моем ноуте. Но, причем при этом споры про Java против C++ не утихают. Ну, если вы сравниваете эти два языка программирования, две платформы, какое главное отличие бы вы назвали? Ну, говорите прям с места. Ну, на C тоже по всей платформе темпилируют. Ну, отчасти, да. Ну, самое главное отличие, вот, как я для себя вижу, что вот Java — это такая managed платформа. Ну, что значит managed? Значит, это значит, что есть вот такая прослойка, которая вот дополнительно контролирует и управляет вашими приложениями. То есть между операционной системой и вашим приложением появляется вот эта вот самая прослойка, которая вот предоставляет свои интерфейсы. Ну, что такое вот эти вот все слои? Все, на самом деле, это об абстракциях. То есть ни одна программа не умеет работать со всевозможным железом напрямую. Поэтому вот есть какие-то слои абстракции, которые предоставляют такие вот строго документирующие интерфейсы. И вот системы, которые лежат там вот ниже уровня в этом слое, они делают вид, что вот работают по этому интерфейсу. То есть там операционная система делает вид, что вот с вашими потоками работает. Процессоры делают вид, что исполняют интеллские инструкции. Но хотя внутри они могут быть реализованы совсем другим сложным способом. И, в общем, GVM предоставляет еще один такой вот слой абстракции. То есть там программы не запрашивают память напрямую операционной системы, а вот все это проходит через GVM. Ну, а почему все-таки мы пишем на Java у себя в Одноклассниках, да и вообще многие проекты по миру? Ну, в первую очередь мы любим Java за то, что это вот безопасная платформа. Ну, вот здесь под безопасностью я имею в виду, что вот гораздо меньше выстрелить способов выстрелить себе в ногу, чем на том же C++. То есть даже если вы там какую-то грубую ошибку допустите, допустите, там, у вас максимум что плохого будет, это какой-то exception выкинется, но при этом программа сразу не упадет. Вот если представьте, там, на одном application сервере работает сотня приложений, и было бы крайне неприятно, если бы ошибка в одном из них привела к краху всей системы. Ну, как уже упоминалось, верно заявить, кроссплатформенность. Хотя, с другой стороны, казалось бы, зачем вот нам в Одноклассниках кроссплатформенность, если мы знаем, что все запускаем в интелской 64-битной архитектуре, и везде у нас операционная система Linux. Но при этом даже нам, даже мы выиграем от кроссплатформенность, потому что разрабатывают и не все на Linux. Вот у меня, например, Windows, там, у Вадима, Макос, и при этом мы хотим запускать те же самые приложения, что у нас работают в продакшн. Вот, но даже с процессорами не все так просто, потому что вот архитектура-то одна, но появляются новые ревизии процессоров, там, с новыми фичами, и при этом вот не надо переписывать, перекомпинировать программу. Это всем GVM занимается, то есть появился новый набор инструкций, там, VX512, и ваша программа автоматически получит бенефиты от него, просто потому что виртуальная машина уже умеет с ними работать. Вот, ну и, конечно же, Java — это самый популярный язык, он уже который год номер один по индексу популярности, вот, и обладает огромным комьюнити, кучей документаций и все такое. Окей, хотел бы обратить внимание, что вот язык Java и платформа Java, это вот следует различать эти понятия, ну, потому что, ну, язык Java — это тот, на чем вы пишете программу. Берете Java, компилируете, получается вот такое промежуточное представление, класс-файл, бинарный, но не тот, который исполняет процессор. Вот, дальше, чтобы уже эти класс-файлы исполнять, то вы запускаете Java, который вот уже дальше в машинный код переводится. И, строго говоря, что здесь работают, ну, как разные правила, вот на уровне языка и на уровне вот класс-файлов, и подчиняются они разной спецификации. И, например, JVM может себе позволить гораздо больше, чем вот допустимо в языке Java. Ну, например, запросто обработает ваш класс-файл, в котором переменные называются if, while, вот, хотя вы не можете использовать это, потому что это ключевые слова в языке Java. Ну, этим, кстати говоря, диапускатеры некоторые пользуются. И так вот переименовывают переменные уже в класс-файлах. Потом хоп, его декомпилировали, а скомпилировать назад не получается, потому что это уже невалидная Java программа. Ну, и кроме того, на JVM могут исполняться не только Java программы, но еще и вот куча другого всякого барахла на других языках программирования можно компилировать тоже в класс-файлы, не будут той же самой виртуальной машинной hotspot исполняться. Ну, давайте подумаем, из каких вообще частей состоит виртуальная Java-машина? Ну, какие вы знаете. Вот на поверхности что лежит? Компилятор. Компилятор, да. Еще? Гарбач-коллектор. Гарбач-коллектор. Ну, да, это ожидаемый ответ, но они лежат на поверхности. В действительности виртуальная машина это гораздо больше, и раз большая часть она вот скрыта там под водой. Дело в том, что вот эти вот гарбач-коллектор и JIT-компилятор, они хотя и такие существенные компоненты, но необязательные, строго говоря. То есть есть те реализации, которые полностью удовлетворяют спецификации, реализации Java-машины вообще без компилятора или вообще без сборщика мусора. Он, может, слышали, недавно Шапилев сделал так называемый, как он называется? Epsilon GC, да. Ну, сборщик мусора, который не собирает мусор, просто ничего не делает. Когда кончается хип, кидается out of memory и exception, и все. Вот. Также и программы могут исполняться чисто в интерпретаторе. JIT-компилятор, где это не нужно. Да, медленно, но все корректно. В действительности же вот та часть, большая рантайм, она включает в себя много всего там и связанных с загрузкой классов, там, с верификацией байт-кода, там, с работой с потоками, с блокировками и так далее. Ну, вот я кое-что из этого сейчас упомяну. Ну, начнем с того, как вообще Java-программы запускаете. Вот пишите в канн-строке Java, там, минус класс пас, путь и мейн-класс. Вот. И есть такое распространение заблуждения, что вот этот Java, исполняемый модуль, это и есть виртуальная машина. Ну, в действительности это не так, это простая программка, написанная на C, простой лаунчер, который вы бы могли сами написать за один вечер. Кстати, хорошее для домашнего задания. Вот. И все, что делает эта программка, это находит, где у вас установлено Java runtime environment, находит DLL, которая, собственно, и есть виртуальная Java машина, и загружают эту DLL и уже используют функции этой библиотеки, там, создает виртуальную машину, находит мейн-класс, который нужно запустить, и используют тоже функцию с JVM, запускать на выполнение. Вот. Ну, как это часто принято, что части платформы, они написаны на самой же платформе. То есть утилиты, там, для компиляции Java программ, там, для декомпиляции, для диагностики, мониторинга, они сами все написаны на Java. И вот эти бинарники, утилиты стандартные javascript, это тоже всего лишь простые лаунчеры, которые запускают ту или иную программу на Java. И вот даже когда вы пишете java-version, вот в действительности вот версию вашей Java тоже выдает Java программа. Это тоже простой лаунчер, который вот запускает такой мейн-класс. Вот. Запустили. Первое, что делается, там, загружают, ну, инициализируется виртуальная машина, загружается класс. Вот. Знаете, чем отличается загрузка класса от инициализации? Ну, вообще говоря, это два совершенно разных процесса. Ну, загрузка происходит вот в первый раз, когда у вас нужна ссылка на класс, там, ну, например, в сигнатуре метода присутствует этот класс. А инициализация — это когда уже вызывается статический инициализатор, все дела при первом доступе к этому классу, то есть там при вызове статического метода, при доступе к статическому полю и при создании инстанца нового. Вот. Ну, наверное, мы проходили, что загрузкой классов занимаются класс-лоудеры. Но в действительности это не совсем так, что класс-лоудеры, они только отвечают за то, как вот, откуда достать представление класса. То есть в конечном итоге они получают просто какой-то байтовый массив. Это вот представление класс-файла в том самом класс-файл-мате, который у вас на диске хранится. Вот. То есть они могут либо с диска загружить, либо по сети, либо вообще в рантайме создать это представление. Непосредственно загрузкой и парсингом вот этого формата, класс-файл-формата, занимается виртуальная машина внутри у себя. Вот. Ну, что она делает? Проверяет, что этот формат корректный, находит там структурки и создает соответствующие им внутренние структуры JVM. То есть для всех полей, методов, атрибутов, символов, констант и так далее. И вот, а где все эти методов, структуры JVM создаются? Вот где они хранятся? В хиппе. Когда-то оно так и было. До джавы 8. Начиная с джавы 8, где... Есть такая отдельная область, которая не относится к хиппу и мета-спейс. Слышали? Вот мета-данные. То есть вот эти все внутренние представления джавских классов, это и есть мета-данные. И вот это все хранится в мета-спейс. Окей, вот взяли какую-то программку, скомпилировали, получили какой-то байт-код. Если представить в декомпилированном виде этот байт-код, получится что-то вроде такого. И это, собственно, то, что интерпретирует виртуальная джава-машина. Виртуальная джава-машина — это такая... Ну, она виртуальная, поскольку понятно, что в железном исполнении-то где нет. Ее нет. То есть она просто симулирует какой-то процессор. И этот вот самый виртуальный процессор, он стековый. То есть операции, которые происходят, они работают с данными на стеке. Ну, помимо стековых виртуальных машин, какие еще бывают? Ну, если данные, там, операции сложения двух чисел в джаве, она берет числа на стеке. Откуда еще? Где-нибудь еще? В регистрах, да. Вот есть регистры виртуальной машине. Но джава стековые. Ну, вот... Поэтому... Ну, что большинство байт-кодов делать? Это, там, кладет что-то на стек или забирает со стека? Вот getStatic, там, достает значение из поля объекта и кладет его на стек. Дальше, там, инструкции и лот с индексом, они загружают, там, значения из первой переменной или из второй переменной и тоже кладут их на стек по очереди. Вот. Там, инструкция типа сложения двух чисел, у нее, видите, вообще нет аргументов, потому что аргументы, они тоже всегда на стеке. Берет два верхних, складывает, удаляет их, складывает и кладет результат тоже на стек. Ну, и, наконец, при вызове какой-то другой функции, вот... В данном случае этот метод требует двух аргументов. Ну, первый — это сам объект this, на котором вызывается метод. Второй — это вот число, интеджер, который мы распечатываем. И вот эти вот значения на стеке становятся локальными переменными уже нового метода. Ну, и запускается вот рекурсивная эта процедура уже для нового метода. А по возвращении эти аргументы со стека убираются, и мы доходим до возврата уже с пустым стеком. Вообще говоря, байт-кодов всего аж 203 различных вида, там самые разные, начиная от самых простых, которые вот арифметические операции какие-то делают, и заканчивают там довольно сложными байт-кодами, там, типа созданием многомерного массива, или вызов виртуального метода, там, или захват, вход и выход синхронизм блока, там, кидание эксцепшена. Ну, понятно, что вот сложность этих байт-кодов, она очень сильно отличается. И поэтому вот не слушайте тех, кто вам скажет, что вот у меня программка скомплировалась в 10 байт-кодов, вот, а твоя в 20. Значит, моя вот, она короче, она лучше. И это все ерунда, потому что вот, например, байт-код EET, который складывает два числа, он может там в миллион раз работать быстрее, чем бросание одного эксцепшена. Ну, кстати говоря, почему вот байт-коды им все это называется? Потому что, ну, всего их 203, и можно запросто закодировать одним байтом. Кстати говоря, остается еще пространство для неиспользуемое в байте. И, ну, тут же VM есть такие свои собственные внутренние байт-коды, про которых вот никто не знает, кроме самой виртуальной машины. Она их использует там для своих нужд. Да, ну, понятно, что вот исполнять байт-код один за другим, так вот складывать два числа, кладя их на стэк, потом забираясь со стэка, это нереально долго. И вот если бы виртуальные машины так и работали, то миф про Java Tramozit был бы, конечно же, не мифом. В реальности все работает не так. И в дело вступает JIT-компилятор. Но тут я вам открою страшную тайну. В hotspot.GM нет JIT-компилятора. Удивлены? Ну, просто я считаю, что вот называть JIT-компилятором не совсем корректно. Ну, что такое JIT-компилятор? JIT, сокращение — это just-in-time. То есть, когда надо, мы сразу взяли и скомпилировали. Ну, например, метод A вызывает метод B, который еще никогда не исполнялся. И вот при первом вызове видим, ага, у нас нет еще машинного кода для этого метода. Возьмем и скомпилируем. Все, программа в это время приостанавливается, проходит компиляция, и все. Дальше запускаем уже скомпилированную версию B. Вот это just-in-time-компилятор. Но в ходспоте все гораздо сложнее. Ну, во-первых, одновременно может работать компилятор с интерпретаторами. При этом они не только не мешают друг другу, но и даже помогают. Об этом еще позже поговорю. Компиляция происходит, как правило, в фоне. То есть пока у вас байт-код исполняется в интерпретаторе, в это время какие-то методы компилируются. И как только они готовы, уже вы можете на лету из интерпретированного кода перескочить уже в оптимизированность компилирования. Это называется on-stack replacement. Кроме того, вот существенное отличие от статических компиляторов в том же C++, что во время компиляции активно используется информация о динамическом профиле программы. То есть программа у вас не просто работает в интерпретаторе, но еще в это время собирает статистику. Какие методы чаще всего вызываются, какие условия чаще всего выполняются, какие там классы на месте какого-то вызова чаще всего встречаются. И потом вот эта вся статистика, она используется в компиляторе для того, чтобы сделать более эффективный код. Ну и более того, компиляция может происходить в несколько уровней. То есть там сначала скомпилировали по-быстрому плохонько, потом перекомпилировали тот же метод еще раз, но уже более оптимально. Но кроме того, даже обратный процесс может быть, что мы из компилятора вывалимся в интерпретатор. Тоже расскажу, когда такое бывает. В действительности в виртуальной машине HotSpot сейчас два компилятора. Традиционно они называются клиентский и серверный. Ну клиентский он работает быстро, но такой не самый эффективный код производит. C2, который традиционно серверный называется, он уже значительно лучше оптимизирует, но и работает существенно дольше. Но я тут не стал писать, что это оптимизирующий компилятор или что он там долго работает, потому что все равно по сравнению с статистическими компиляторами у него время довольно ограничено. То есть мы можем себе позволить какой-нибудь Chrome, если хотим, скомпилировать из исходников. Вот он может вообще час компилироваться. Естественно, с Java у нас нет таких возможностей. Все равно даже оптимизирующими компиляторами хотим как можно быстрее это спустить. Тоже есть одно из таких заблуждений, что можно выбрать один или другой компилятор ключиком минус-клайнт или минус-сервер. Когда-то оно так и было, но вот уже в современных версиях GDK в этом конфиг-файлике можно найти такие вот строчки, которые говорят, что флажок клиент просто игнорируется. У вас всегда работает серверный компилятор. А фокус в том, что одна GVM содержит оба компилятора. Начиная с GDK 8, они по умолчанию даже совместно работают. Вот. Ну, можно там ключиками специальными GVM оставить только один из них, но при этом это совсем другие ключики, не минус-клайнт, минус-сервер. Вот. Ну, как происходит вообще выбор того, а что же нам компилировать? Понятно, что у нас не все, не весь код компилируется. Слишком накладно было бы и по памяти, и по времени. Они только наиболее горячий код, который имеет смысл компилировать. То есть обычно исполнение метода запускается в интерпретаторе. Вот. Ну, интерпретатор пока работает, собирает какую-то статистику. Но вот самое базовое, что он делает, это считает, сколько раз вызываются методы, ну и сколько раз происходят итерации циклов. И вот когда эти счетчики, там, доходят до определенного порога, интерпретатор вываливается в GVM, там, спрашивая GVM, не пора ли нам этот метод скомпилировать? То есть не слишком ли он уже долго в интерпретаторе? Ну и в зависимости от текущей ситуации, там, сколько у нас места в памяти под компиляцию, там, насколько загружены компиляторы, вот, в общем, политика может выбрать, что делать дальше с методом. Ну, что обычно происходит? Либо выбирается, вот, один из трех уровней компиляции, там, простеньким C1 компилятором, либо, если метод достаточно простой, и он уже точно не выиграет от, там, другого оптимизирующего компилятора, то можно прямо в C1 скомпилить, и все, и закончить с этим. Либо же можно скомпилировать в C1, но оставить данные для сбора статистики. То есть у нас уже работает более-менее оптимизированный код, но он еще продолжает собирать статистику для того, чтобы перекомпилировать метод в еще более оптимальный. И вот потом, когда уже очередной порог наступает, то метод может перекомпилироваться в C2. Вот, тем самым достигается баланс между скоростью компиляции и производительностью предложения. Ну и немного поговорим о том, а что же вообще JIT компилятор умеет. То есть, в принципе, вот оптимизирующий C2 компилятор умеет почти все, что должен уметь современный оптимизирующий компилятор. То есть, тут далеко не полный перечень оптимизации. Можно найти в классических книгах по теории компиляции. Практически все, что там перечислено, умеет C2. Ну, естественно, там рассказывать об этом отдельный целый огромный курс лекций. Вот, поэтому я упомяну только самое значимое. Вот, царица всех оптимизаций — это инлайнинг. Ну, что такое инлайнинг? Да, когда вот у нас есть вызов какой-то метода, мы вместо вызова подставляем тело этого метода. Вот, ну, рассмотрим пример из байт-буфера, достаем какой-то байт по индексу 2. Вот, get в реальности — это вызов метода, но в реальности этого вызова не происходит, потому что вот вместо вызова подставляется тело метода. Но оно, в свою очередь, тоже какой-то хитрый, там, проверяет индекс за выход, за пределы, там, считает offset в массиве, и вот, ну, как бы то ни было, все это берется и подставляется на место вызова. Дальше смотрим, что инлайнинг, он многоуровневый, то есть не только вот один уровень вызов, а там могут же быть вложенные вызовы, и они тоже, в свою очередь, могут так рекурсивно инлайниться. Вот, например, чек индексу проверяет, что не вышли ли мы из-за границы буйфера, и эта проверка тоже вставляется прямо на место вызова. Причем, заметьте, здесь уже компилятор знает, что метод вызывается с индексом 2, поэтому вместо аргумента он уже подставляет конкретное значение, двойку. Получается что-то такое. Дальше остался еще один вызов, который тоже, там, реализация недостаточно проста, ее можно запросто заинлайниться. Все, подставили. Вот, получилось что-то такое. А, и какой сразу от этого бонус, что вот в процессе такого многоуровневого инлайнинга вдруг оказывается, что некоторые ветки, они вообще говоря, их можно не исполнять, потому что они заведомо ложные, вот как в данном случае. Ты же уже на этапе компиляции, там, можно понять, что вот это условие меньше нуля никогда не выполнено, его можно просто выкинуть, как мертвый кот. Вот, получается, что-то такое. Все? От всех вызовов избавились или еще что-то осталось? Ну, кто внимательнее? У нас вот еще такая штука. Ну, хоть выглядит в коде она и просто, но в реальности довольно сложная конструкция бросания эксепшена. Что здесь происходит? Создание нового объекта, вызов конструктора этого объекта и, наконец, бросание исключений, которое должно найти, есть ли обработка этого исключения, там, развернуть стек, да, нужно вызову и так далее. Но при этом это же исключительная ситуация, то есть в нормальных программах она не должна возникать. То есть зачем тратить время, ресурсы, там, память и так далее на компиляцию того, что, скорее всего, никогда не будет вызвано. И тут Тимидиджич компилятор делает один такой хитрый финт. Он говорит, да давайте мы это не будем компилировать, что, скорее всего, эксепш у нас никогда здесь не произойдет. Но при этом не может его выкинуть совсем, потому что вдруг все-таки ему подсунут специально какую-то гадость. И поэтому он оставляет это условие проверку, но вместо такого тяжелого кода, который, скорее всего, никогда не выполнится, оставляет такую заглушку, ловушку. И это означает, что если все-таки попадется какой-то буфер, который не удовлетворит условию, мы пойдем в эту ловушку, которая выкинет нас из этого скомпилированного кода назад в интерпретатор. То есть компилятор, он сосредотачивается на том, именно том, что, скорее всего, будет исполняться, а вот такие маловероятные куски даже не компилирует, не тратит на это ресурсы и место. Но при этом, видите, все корректно. То есть в самом лучшем случае мы максимум свалимся назад в интерпретатор, но останется у нас работать. Вот это был пример такой спекулятивной оптимизации. В действительности, вот такого рода спекуляции, это самое главное, наверное, достоинство JIT-компилятора от джавадского. Потому что GVM, поскольку она собирает статистику фронтально, именно о том, как конкретная программа в конкретной ситуации работает, она может себе позволить гораздо больше, чем a head of time-копилятор, который вот компилирует C++ программу, и вы не знаете, как она будет запускаться, с какими аргументами. Вот в данном случае представьте себе такой простенький метод, который добавляет объект в список. Ну, лист, вы знаете, это интерфейс. Хотелось бы там заинлайнить метод, ну, инлайник, это же самая главная оптимизация, да, но при этом мы не можем просто так взять и заинлайнить, потому что лист в теории может быть любым, там, array list, linked list, или, там, боже упаси, какой-нибудь copy and write array list. Но при этом чаще всего в программах обычных, ну, какие вы списки сами используете? Пишите, в общем, на Java? Array list, конечно. Если во время интерпретации мы видим, что здесь чаще всего у нас приходит array list, ну, вернее, не чаще всего, почти всегда, то можем опять сделать такой вот спекулятивный оптимизацию, то есть добавить проверку, что если у нас вдруг пришел по какой-то причине не array list, то все, свалимся, выйдем из компьютерного метода к черту, назад в интерпретатор, пусть как-нибудь там медленно потом обработаем, но если же у нас хороший случай, частый, обычный, то вот прямо заинлайнем сюда вызов этого array list, скорее всего, именно он и будет исполняться. Ну, вот эти вот ловушки, они не означают, что вот если нам вдруг по какой-то причине начал приходить linked list, мистер, рейлиста, то мы всегда теперь будем исполняться по медленному пути, идти через интерпретатор. Нет, это всего лишь значит, что мы вывелимся интерпретатор, который снова начнет собирать статистику и уже в следующий раз, может быть, перекомпилирует этот метод с учетом новых знаний. И учтет уже два случая, и array list, и linked list. Здесь в реальности будет условие, что если у нас list array list, то одно тело, если linked list, то другое тело. А если потом в следующий раз и третий придет, то уже ничего не останется, как сделать честный виртуальный вызов. Да, что еще умеют? Да, какой вопрос? Как определяется, ну, как говорили чаще, используется array list? Вот понятие честный используется, скажи про данные в отношении. Это константа, которая задана где-то и все раз навсегда вшита, или это можно настраиваться? Хороший вопрос. Насколько вот часто, как понимает, что в понимании GVM значит чаще всего array list или array list? Ну, в действительности, да, есть константы такие, но они не то чтобы захардкожные, то есть там их можно вот XX ключиками подрегулировать, но обычно этим никто никогда не занимается. Я, на вскидку, сам не помню, сколько там процентов выражается. Ну, что-то около 90. Ну, скорее, нет, нет, не зависит. Вот. Наверное, не секрет, что некоторые операции, они более сложные, чем другие операции. Вот, например, деление, но, ну, хотя это и одна машинная инструкция, но даже вот на уровне процессора, что одни инструкции, они тяжелее других. Но если мы там делим на какой-то степень двойки, то можно заменить побитым сдвигом. Вам не обязательно делать степенизацию вручную. GVM прекрасно справляется с этим сама. Вот. Например, даже, казалось бы, вызов метода возведения степени двойки. То вот для случаев, если Y у нас два, то будет работать так же быстро, как X умножить на X. Вот я здесь, правда, не случайно поставил знак вопроса, потому что вот по поводу оптимизации с Mass Power есть там целая история, что когда-то давно вот этой оптимизации не было, потом сделали в GVM оптимизированную версию математической библиотеки, но забыли про вот этот частный случай двойки. А в целом стало все работать быстрее, но медленнее для двойки. Вот. Потом это в Java 8 каком-то апдейте пофиксили, все снова стало быстро. Но теперь вот выясняется с выходом Java 9, что в Java 9 опять сломали эту оптимизацию. Снова Mass Power степень 2 снова у нас медленнее, чем x умножить на x. Ну, бывает. Ну вот, Mass Power это непростая, непростой метод. Относится тоже к intrinsic методам. Ну что такое intrinsic? Вот представьте, нужно вам посчитать количество бит в числе в каком-то в интеджер. Тут вы вспоминаете, что вроде есть такой библиотечный метод integer bitcount. Берете, открываете исходники, думаете, о, боже мой, что за бред, кто это, какой чудак это писал, какие-то вообще сдвиги, константы ужасные, куча операций. У меня-то всего числа от 1 до 1000, я лучше возьму табличку один раз построю для всех и свою оптимальную. напишу реализацию, которая просто уже готовое предпочитительное значение из таблички выдает. Берете, пишете, сравниваете, тут оказывается, что ваш метод работает медленнее, чем вот этот непонятный. Ну и разгад кроется в том, что в реальности после того, как у вас код скомпилируется, вот этот код никогда не исполняется. Дело в том, что GM знает про некоторые методы, что они должны делать, и поэтому даже не смотрят на джамскую реализацию, а просто подставляют уже захардкоженный оптимальный код. Вот в частности есть одна машинная инструкция, которая считает количество бит в целом числе. Ну и таких вот интринсиков достаточно много, то есть даже не пытаясь писать свою функцию для сравнения строк или для копирования массивов, такие довольно частые операции, они уже просто отточены и оптимизированы по самой не могу, то есть они используют там все современные возможности, SSE, 4 инструкции, широкие VX, 512-битные регистры, короче, все, что можно. Даже несмотря на то, спросите, зачем тогда вообще Java-код нужен для таких методов? Ну, во-первых, когда работает код в интерпретаторе, по-прежнему исполняется Java-ский код, ну, во-вторых, что не на всех платформах есть такие вот оптимальные инструкции, и на тех платформах, где этого нет, все-таки уж лучше какой-то пусть код исполняется, чем никакой, да. Ладно, вот про может какие-то еще вопросы про компилятор, то есть мы поступим к практике. Отличный вопрос. Я сам всегда мечтал о такой возможности, чтобы взять и добавить в JVM свой интринтик, чтобы он работал так, как не нужно. Но, увы, нет такого, и самое лучшее, что вы можете сделать, это написать свою нативную реализацию, на 7, на C++, но который будет вызываться как нативный метод через GNI. Но, правда, с учетом всех накладных расходов на GNI он довольно быстрый, но, скажем так, не совсем, то есть там есть определенные моменты, надо перекладывать значения в определенных определенных коллинг-конвеншенах, надо состояние потока переключать, что для GNI важно знать, какой поток исполняет нативный код, какой в Java режиме исполняется и так далее. В общем, но идея была бы классная, сам мечтал. Там еще вопросы? Что еще JVM делает для ваших приложений? Это предоставляет платформу для управления памятью. Давайте простой пример. Выделение памяти на C и на Java. Как вы думаете? Вот сто тысяч раз по мегабайту выделяю. Где будет быстрее? Возьмем, померяем. Хопа, что на Java аж 15 раз медленнее. О боже, Java тормозит. Но тут, если мы посчитаем, что ну ладно, может быть C такой умный взял, видит, что не используется у нас и просто не стал ничего делать, тоже с оптимизировал, поэтому напишем вот такую штуку, что явно скажем, что у нас переменная используется, мы даже в ней что-то запишем. Вот. А теперь кто быстрее? Да ничего не изменилось. вот. Но если теперь внимательно посчитать, что 100 тысяч раз по мегабайту за 680 миллисекунд, если все это внимательно умножить, разделить, получится примерно 150 гигабайт в секунду. Понятно, что никакая даже суперсовременная оперативная память, она и четверти такой пропускной способности не имеет. То есть явно здесь где-то кто-то врет. В действительности, когда вы в силу так вот выделяете память, то она просто резервируется. В реальность туда ничего не записывается. А Java же, когда выделяет память, она вам дает всегда чистенький массив. Вы никогда не увидите какого-то шлака. Да, он может быть запросто. То есть молок не гарантирует того, что вам вернется чистый. Но при этом даже если бы в NOSI сделали там целок, который зануляет, все равно это зануление, оно может произойти ленивым запросто способом. при первом обращении. В общем, а если мы так возьмем, явно обнулим и замерим еще раз, то получается, что не такой уж TOSI быстрый, и Java оказывается быстрее. Ну и действительно, чем Java может похвастаться, тем, что с выделением памяти она работает быстро. Ну, для этого давайте разберемся, как это происходит. Помните, до перерыва был пример с NewObject, получалось 2 нс на выделение нового объекта, это буквально несколько тактов процессора, реально очень быстро. За счет чего? За счет того, что сама операция в Java очень простая. Представьте, у нас есть непрерывная область памяти хип, да, и вот есть указатель текущего места, вот там все, что слева использовано, все, что справа свободно, и выделение памяти, это просто увеличение указателя, буквально пару арифметических инструкций, как это могло бы выглядеть. И действительно, это занимает чаще всего считанные такты CPU. Все же там честно проходим структурки, какие-то буферы, ищем свободный кусочек среди пула, потому что там вся память не является непрерывным хипом. Да, но проблема в том, что авоцировать у нас могут много потоков одновременно, и поэтому, чтобы не возникало гонки, то вот это увеличение указателя должно быть атомарным, а атомарные операции не уже несут накладные расходы. И поэтому, чтобы максимально уберечься от таких накладных расходов, то сначала придумали сред local allocation buffers, сокращенно TLAB, то есть это области памяти, зарезервированные для каждого конкретного потока. Размер TLAB может варьироваться, в среднем можно считать около 1-2 мегабайта TLAB, но он адаптически динамически адаптируется к сценарию локации в вашем конкретном приложении. Заканчивается TLAB, то выделяется новый, например, выделение внутри TLAB происходит так же быстро, как и в случае с одним потоком. Никакие атомарные операции не нужны, потому что в этой области только один поток конкретный может выделять. Те же самые 10 тактов. Что делать, если мы дошли до конца TLAB, но при этом не хватает места выделить новый объект. Возможно, две ситуации. Если у нас объект довольно большой, и в TLAB еще осталось место, но объект довольно большой просто не вмещается, то есть вариант выделить его прямо в Java хипе вне TLAB. тем же самым атомарным увеличением указателя. Чуть медленнее, но все равно быстро. Ну и другой вариант просто выделить новый TLAB и в нем. Короче говоря, в большинстве случаев это очень быстро и просто, и вот только в редких случаях, когда нам нужно выделить либо вне TLAB, либо создать новый TLAB, используя тамарные инструкции. Итак, пока мы не дойдем до конца хипа. Вот. Сколько же памяти нужно выделить на один объект? Ну, наверняка уже вас где-то спрашивали, вот сколько на 64-бит на архитектуре обертка над интегером займет в байтов? 64 назначение, 64 на ссылку, то есть 16 байт. Ну, и да, и нет. На самом деле ответ правильный, это зависит. в простом случае у вас будет аж 24 байта. Смотрите, почему. То есть есть всегда 8 байт на заголовок для виртуальной машины. В заголовке для нескольких назначений используется, там об этом остановиться подробно не буду, целая наука. То, что в этом хедре может быть и хеш-код, и возраст объекта в количестве сборок мусора, может быть и указатель на тред, который держит блокировку на этом объекте. Такое универсальное поле, но понятно, что все туда сразу в этом поле не запихнуть, поэтому если у вас вы вычисляете хеш-код на объекте и при этом используете его для взятия монитора, то есть для синхрониза блока, то уже одним полем хедра не обойтись, придется создавать толстый хедр для этого объекта. Другое обязательное поле это ссылка на класс, но не тот класс, который java-land класс, а VM-ная структура. Помните, который я говорил во время загрузки классов создается в метаспейсе? Вот указатель на метаспейс. Ну и собственно данные, в данном случае 4 байта полезных, поскольку все гранины, на 64-битной архитектуре все объекты выровняны по границе 64-бита, то есть 8 байт, все дополнение вот до этой самой границы. Получается 24, много, конечно. Еще хуже, если вы там, ну давайте сейчас все точно скажете, вот такой нью-оптик из двух элементов. Ну что, заголовок опять же, 16 байт, чего еще там будет? Длина массива, да, 1 int, ну и две ссылки, короче, как-то так. Вот, если еще ArrayList то сам ArrayList, вы знаете, он не хранит данные, он только содержит в себе ссылку на массив, еще и дополнительный размер, сколько ячеек из этого массива заполнено. Вот, таким образом на ArrayList из двух элементов у вас уйдет 32 байта на объект ArrayList плюс еще 40 байт на массив, то есть 72 байта аж, а всего лишь на список из двух элементов. Не многовато ли? Ну, это я оставлю в качестве домашнего упражнения. Ну, просто скажите, больше или меньше, чем ArrayList из двух? Больше, конечно. Да. Но есть такое наблюдение, что часто-то в Java-положении хипы не очень большие, там, ну, буквально несколько гигабайт. Ну, и плюс к тому, что все объекты выровнены по границе 8 байт, то есть младшие биты адреса, они просто не используются. Они всегда нули. И из этого можно сделать такую хитрость, что в действительности полезных бит в адресе используется не так много, и чаще всего они влезают в 32 бита. И поэтому можно закодировать ссылки не штить четырьмя битами как полный адрес, а вот сжать их до 32 бит. Экономия? Экономия. В два раза. Вот. А теперь посчитайте, вот, для какого размера хипа максимального можно использовать такую схему. 32 гигабайта, да, потому что в 32 бита можно всего до 4 миллиардов, то есть 4 гигабайта можно закодировать, плюс три последних бита у нас всегда нули, то есть мы можем на них сдвигать за счет выравнивания, то есть 4 на 8 32 гигабайта. Ну да, очень часто размер хипов меньше 32 гигабайта, и поэтому компресс, такая вот оптимизация, она работает по умолчанию. Что интересно, можно использовать эту оптимизацию с хипами большего размера, но тогда и выравнивание объекта нужно менять. Например, выравнив по границе 16 байт, можно уже использовать компресс тупс в хипах до 64 гигабайт. Кто-нибудь знает, что такое упс? Почему такое прикольное название параметра? На самом деле это сокращение от ordinary object pointer, то есть обычный указатель на объект, в переводе на русский. Вот. И да. Ведь вот это прибавление базы, что такое, оно стоит в операции. Любое обращение по ссылке такой компресс, оно будет чуточку дорого. Вот, да, очень хороший вопрос. Вот, что теперь преобразовать такой сжатый указатель в реальный адрес, придется какие-то арифметические действия выполнять. но на самом деле современные процессоры, да и не только современные, уже лет 20 как умеют выполнять эту операцию буквально одной машиной инструкции. То есть у них есть такой режим адресации, когда вот в одну инструкцию можно закодировать база плюс там смещение помноженное на некоторую степень двойки, там 2, 4 или 8, 2, 4, 8 или 16. То есть в реальности вот это вычисление очень дешевое. И если у нас оптимизирующий, достаточно хорошо оптимизирует джид-компилятор, а он нас оптимизирует достаточно хорошо, то накладные расходы маленькие. Да, но при этом вот экономия аж там на 40% получается по месту для нашего арей-листа в смысле для массива из двух элементов вот ну давайте посмотрим с примитивными типами. Вот есть у нас массив из тысячи лангов. Ну несложно посчитать сколько он займет, около 8 килобайт в памяти. Но работать с массивами не очень удобно, нам хочется иметь какой-то зачастую список, в который можно динамически там не зная первоначально размера добавлять, удалять что-то. Вот. Если мы создадим такой уже арей-лист из лангов на тысячу элементов. 24 тысячи, но это 24 тысячи только сами объекты ланг, а нужен же еще и сам массив. То есть здесь получается складывается во-первых и само объекта рей-лист плюс массив ссылок на объекты и добавка еще каждый ланг чтобы верно было замечено 24 байта займет даже со сжатыми указателями. И в итоге аж все выливается вон в какие огромные накладные расходы. Ну, к сожалению, в Java стандартно нет таких оптимизированных по памяти коллекций для примитивных типов. Но в задачах разогруженных системах довольно часто такие коллекции нужны. Например, у нас мы работаем в социальной сети, там все сводится к перемалыванию айдишек. У нас айдишки, пользователи айдишки, фоток айдишки, группы айдишки, музыки. Везде нужно хранить списки, мапы айдишек. Например, элементарно хранить, когда человек был последний раз на сайте. Мапа из лонга в лонг, то есть из user айди в таймстэмп. Если обычный джавуский мэп лонг в лонг, прям на порядок займет больше, чем если бы это на массивах примитивных типах. К счастью, придумывать такое писать заново не нужно, потому что есть уже куча библиотек, которые реализуются. Да, это нестандартные библиотеки, но де-факто они уже стали стандартными, используются везде, повсеместно, поэтому тоже всячески рекомендую. Мы сами используем, ну так традиционно получилось, что Троф, хотя это одна из самых старых таких библиотек, проверенная временем, но в действительности есть и более современные, которые у них лучше хэш-коды, там лучше локальность, размещение объектов, размещение локальности в памяти. Вот рекомендует Fast2Tool или Колобок. Окей, выделять-то память мы выделяем, а ну дошли мы в этой картинке с нашими тлабами, не тлабами до конца хипа. И все. Опять же, Java нам предоставляет, избавляет нас от необходимости удалять, освобождать память ручную, но доставляя других проблем. Как вот вы реализовали простейший garbage collector, сборщик мусора? Вот понятно, что в таком методе там выделяется объект то, здесь там где-то используется, а в конце использования методов уже все, ссылок на объект не осталось, и его можно освободить. Вот простейший, или может кто-то уже знает, как работают сборщики мусора. Какие вот алгоритмы? Подсчет ссылок, да, замечательно. Замечательно, потому что как раз в примере сейчас подсчет ссылок и будет. Да, выделили объект, запомнишь, одна ссылка, присвоили в какое-то поле, стало две ссылки, там, это поле поменяли, уменьшилось количество ссылок, и закрылся склуп, вышли из метода, там, снова уменьшили. Ну, во-первых, такой алгоритм достаточно медленный, потому что на каждую операцию, на каждую запись в поле объекта необходимо вот этот учет ссылок вести, причем обращение там может быть еще из многих потоков, это вот счетчик должен быть атомарный, но это единственная проблема подсчета ссылок, вот гораздо больше доставляет хлопот, такая неразрешимая проблема циклических ссылок, то есть есть такой граф объектов, и у каждого счетчик ссылок один, и он никогда не сбросится до нуля, но при этом вот все эти три объекта уже стали недостижимы, но грабочек коллектор его не соберет, некому уменьшить счетчик ссылок у них, поэтому в принципе вот счетчики ссылок они даже не рассматриваются как механизмы сборщика мусора, и все современные сборщики мусора работают по-другому, то есть если у нас есть граф объектов, они честно его обходят традиционными алгоритмами поиск обхода в глубину или в ширину, ну для начала нужно начать с чего обходить этот граф объектов, то есть найти его корни, вот, что в джаве является корнями? контекст, ну в каком-то смысле да, а что является контекстом приложения? ссылки на стеки, да, сами все правильно говорите, то есть что является корнями? Все, что доступно из статических полей невгружаемых классов, ну а что такое невгружаемый класс? Это вот системные классы и классы загруженные системным класс-лоудером, ну у них могут быть какие-то статические поля, которые на что-то ссылаются, вот, и они все эти объекты держат, то, что сейчас исполняется, очевидно, мы не можем собрать объекты сред, которые сейчас работают, ну и все, там, все эти локальные перемены, что есть в этом среде. Вот, помимо всего этого, еще внутри GVM есть куча ссылок на объекты в хипе, и могут быть ссылки из нативных методов, там, GNI, Local или Global Reference, все это является корнями. Вот, мы здесь отметили красным, и дальше из них начинаем обходить, то есть на первом шаге помечаем все, что непосредственно достижимо из корней, далее, то, что достижимо уже из ранее помеченных, и так далее, обходом в ширину или глубину. И в конце такого цикла все, что осталось непомеченным, в данном случае белое, все мусор, можно собрать. Автоматически решаем проблему таких вот циклов. И прикол даже в том, чтобы найти мусор, его даже не надо обходить, то есть он сам собой находится. И вот этот этап обхода графа или marking phase, он сейчас неотъемлемая часть практически всех алгоритмов сборки мусора. Ну, а дальше есть вариации. Вот, давайте простой случай рассмотрим, алгоритм mark-compact. Вот у нас подходит к концу наш хип, настала пора сборки мусора, находим среди используемых корни, помечаем, дальше обходим рекурсивно, помечаем все, что достижимо из этих корней, получился какой-то гравь достижимых объектов. Теперь, вот все, что серенькое, это объект, это мусор. и мусор, тут даже не надо в данном случае удалять. Нужно просто вот все живые объекты взять и подвинуть, так их скомпактизировать, чтобы снова можно было, вот, чтобы снова был такой вариант, что слева все занято, справа все свободно. Вопрос? Да, опять же, очень хороший вопрос, что так-то мы все объекты возьмем, передвинем, вот, а все, что здесь осталось, просто возьмем и уберем, даже ничего с этим делать дополнительно не надо, но дополнительно надо будет еще раз пройтись по всем достижимым объектам и поменять их ссылки, да, что объекты могут двигаться. Как это делается, я расскажу чуть позже, в там, упрощенном варианте. Да. А на это время получается приложение санкрова или с полным? А это мой следующий слайд. Ну, в простом случае, да, то есть, чтобы вот выполнить такой полный цикл Mark Compact сборки, нам нужно остановить приложение, потому что приложение, в свою очередь, тоже может менять какие-то ссылки в это время, туда-сюда оперировать, и чтобы безопасно было манипулировать хипом, лучше приложение остановить. Ну, тут еще какая проблема, что если у нас там хип будет 30 гигов, то каждый раз придется все это сдвигать, передвигать. Но для того, чтобы не было таких больших пауз, и каждый раз не обходить весь этот огромный хип, вот заявитель такой особенность, чтобы все приложения, а большая часть объектов, они краткоживущие. То есть взяли что-то там, обработали, выделили, обработали, все, мусор не нужен. Как, например, конкатинация строк, там создается стрингбилдер, и все, там, сканкатинение сам стрингбилдер не нужен, но очень краткоживущий объект. И вот тут называется слабый экипоидизм в поколениях, что большинство объектов умирают рано, молодыми. Ну, исходя из этого предположения, решили разделить сборку мусора вот на такую маленькую и большую полную. То есть все, весь экип делится на два поколения, там молодое, в котором ГЦ происходит достаточно часто, но поскольку он гораздо меньше, то паузы и короче. В Full GC случается, когда уже совсем все плохо, но гораздо реже. В действительности там деление еще сложнее, чаще всего есть еще в молодом поколении вот такая специальная область, называемая Survivor Space, и туда попадают объекты, которые там пережили одну или более сборок. Ну, потому что не все объекты, вот там, если они выжили после одной сборки, там нужно сразу перемещать старое поколение. Ну, например, читайте, да, какой-то файл, что, ну, во время чтения файла там создается какие-то объекты, да, короткоживущие, но при этом вот сам этот файл, он вроде как не совсем короткоживущий, то есть он переживает там, скорее всего, переживет одну сборку, но при этом вы закончите читать файл, и все, вам объект больше не нужен. Вот, такие объекты, они переживают несколько сборок, и поэтому, да. Я боюсь, что компилятор не знает при создании, он в некоторых случаях, компилятор может точно определить, что объект точно короткоживущий, более того, что он даже из какого-то скупа не вылезает никуда. Этим называется там escape analysis занимается, то есть он доказывает то, что ссылка на объект, она там не выйдет за предел вот компилируемого вот куска, и поэтому в данном случае он может вообще не выделять объект. И действительно ходспот GVM такую оптимизацию выполняет, называется, вот часто эту оптимизацию путают с там выделением объектов на стеке, но это не совсем точное название, что в футспоте нет выделения на стеке, это скорее называется scalar replacement, то есть когда объект заменяется набором его полей, то есть у нас есть там point с полями x, y, то есть вместо того, чтобы выделить в хиппи этот объект, просто мы считаем, что у нас есть две локальные переменные, x и y, а дальше эти локальные переменные могут разместиться либо на стеке, либо вообще в регистрах, получается там с кем же успехом можем назвать и in-register location. Вот, да, про survivor как раз нужны для тех объектов, которые вот переживают сборку, то есть примерно как-то в этом случае выглядит. Вот наступил цикл, у нас есть какое-то количество живых объектов, живых объектов в молодом поколении, какой-то в области from, да, survivor делится на два куска, одно из них всегда пустой, то есть, для чего это надо, для того, чтобы мы могли быстро очень скопировать, там ничего не перемещая, вот, она всегда как бы зарезервирована, для того, чтобы туда копировались живые, пережившие сборку объекта. Поэтому вот, живые объекты перемещаются туда, а то, что мертв из from, вот, живые объекты, которые уже возраст подошел, уже пережили несколько сборок, уезжают в world generation, но этот переезд из young generation в world generation называется промоушеном. Вот, после чего to и from меняются местами, а to становится свободным. Вот, ну, когда я рассказывал про сборку в молодом поколении, я несколько слухаю. Смотрите, мы не можем просто так взять и собрать только здесь объекты, потому что у нас же есть еще, скорее всего, какие-то ссылки из старого поколения на объекты в новом. То есть, здесь-то мы объекты как-то взяли, подвигали, а ссылки-то надо отсюда изменить, поэтому никогда не бывает такой вот сборки только в young. нужно еще определить, какие объекты, какие есть ссылки из старого поколения на объекты, живые объекты в молодом. И вот для этой цели используется такая структура, называется card table. Это битмапка, то есть очень такая компактная структура, где одним битом кодируется такой довольно большой регион. То есть, просто единичка, если в этом регионе есть хотя бы один, хотя бы одна ссылка на объект в новом поколении. И чтобы поддерживать эту структурку, здесь у нас несколько усложняется процедура записи указателя. То есть, теперь на каждую запись указателя в старом поколении надо проставить соответствующий битик в card table, чтобы потом мы могли найти, какие указатели надо там подвигать. И поэтому вот даже когда сборка не выполняется, появляются дополнительные накладные расходы, которые называются write barrier, то есть на запись ссылки приходится дополнительные действия по проставлению битиков card table делать. приятно с этим? Вот, какие же у нас есть виды гармич-коллекторов? Ну вот примерно то, о чем я рассказал, это дефолтный сборчик мусора вплоть до GDK8 называется ParallelGC. В общем, Parallel, потому что он одновременно работает в действительных потоках. То есть, да, он полностью происходит в Stop the World фазе, то есть во время работы GC все потоки приложения стоят. Ну и вот эти самые две фазы, которые там все потоки, то есть все процессоры задействуют на сборку мусора. Ну и хорош этот сборчик мусора тем, что он достаточно простой и у него там минимальные накладные расходы, и он может там наибольшая пропускная способность. Вот. Но проблема основная этого сборчика мусора, что не подходит для тех приложений, где мы хотим иметь достаточно маленькую паузу. У нас, например, в соцсети таких приложений большинство. Мы не можем тебе позволить там, что у нас какой-то веб-фронт, который обслуживает запросы пользователей, хотя бы даже на одну секунду затормозил. Пользователь уже просто напряжет эта пауза, он ее заметит. Теперь представьте, что у нас на сервере не один пользователь, а сотня тысяч одновременно. Вот. Поэтому чаще всего мы применяем concurrent mark sweep garbage collector. И вот в чем, что в принципе вот эту фазу обхода графа можно выполнить, ее можно выполнять параллельно, то есть пока приложение работает. Главное вот эти корни найти, пометить красненькие. Вот. Должна быть коротенькая пауза, чтобы отмечить вершины, с которых мы будем начинать обход. А после этого дальше GC может работать параллельно с потоками приложений. Вот. Но понятно, что во время concurrent mark фазы еще приложение может снова менять какие-то ссылки. И то есть уже граф немного изменится, и поэтому нужно подправить, то есть найти новые ссылки остались непомечены. то есть сделать еще одну небольшую паузу на то, чтобы поправить, сделать final remark. ну а после этого можно мусор удалить. Здесь уже не происходит компакшена. То есть довольно сложно сделать такой конкурентный компакшен, чтобы могли двигать объекты параллельно с тем, чтобы еще потоки приложений работали. Поэтому в CMS коллекторе объекты в старом поколении, они не двигаются. И там алгоритм выделения и освобождения памяти, он схож старому доброму сишному молоку и фри, то есть со списками свободных фрагментов памяти. Ну какая проблема у такого коллектора, который не компактит? Ну во-первых, да, сложнее и дороже механизмы поиска, выделения памяти, ну во-вторых, самое главное это фрагментация, то есть представьте, мы выделяли большой объект, маленький большой объект, маленький, потом маленький, пучок маленьких освобождали, то вроде бы там места у нас свободного и много, но все они разбросаны по хипу, и вот непрерывного куска нам не найти. Да, в CMS он работает только для старого поколения, то есть в молодом поколении все тот же самый старый добрый копирующий коллектор работает, помечает, потом все копирует, from space to space. Вот. Ну, так-то хорошо, что фазы пауза у него маленькие, но какие могут быть проблемы с CMS? Во-первых, что не успел отработать этот цикл, чтобы освободить достаточно места в старом поколении. И в этом случае происходит Concord Mode Fail. Ну, какие-то есть варианты, что либо делать хип побольше, либо начинать сборку пораньше, например, когда заполнено столько 50% старого поколения, либо как-то играться размерами поколений, так, чтобы мы успевали заполнять новое, пока старое собирается. Другая проблема — типичный Promotion Failure, когда у нас вроде бы место есть, но как раз перед зафрагментацией, что мы не можем во время сборки в молодом поколении переместить объект из молодого в старое. И в случае возникновения одной из этих ситуаций, любой из этих ситуаций, то CMS фоллбетчится к старому, но надежному FullGC циклу с полной остановкой приложения. Поэтому может неприятно случиться, что у вас там приложение за несколько секунд затормозит. Поэтому всячески стараемся в продакшене избегать этих проблем. Да, раз я начал говорить, то как мы вообще, какие параметры настраиваем для GC. Слышали наверняка там GC-Tuning, Tuning GC, Tuning GC. Вообще это неблагодарное дело тюнить Garbage Collector. И я вам тут никаких сейчас тайных знаний не открою, потому что это вообще индивидуальное для каждого приложение. Обычно нужно не Garbage Collector тюнить, а ваше приложение тюнить, чтобы оно лучше было добрее к сборщику мысора. Но все-таки несколько советов дам. Во-первых, прежде чем что-то оптимизировать, нужно знать, что оптимизировать. Поэтому просто включайте максимальное количество GC-логов. То есть первый будет вам по фазам печатать сколько на что тратится. Это важный флажок. Он пишет полное время остановки приложения, когда application потоки не работают. Это важно для того, чтобы понимать именно продолжительность пауз. Несмотря на то, что он так называется, он еще логирует не только GC-паузы, но и паузы по другим причинам. До них еще дойду. если у вас вдруг так случилось, что либо concurrent мод фейл, либо помощь фейла случился и произошел таки full GC, то поставьте заранее лучше эти флажки, чтобы знать хотя бы чем у вас хип забит в это время, чтобы получить хотя бы разбивку по классам, что больше всего сожрало. Как настраивать размеры хипа? Во-первых, всегда начальный размер хипа и максимальный в одно значение ставьте, чтобы дополнительно не ресайзился. Размер молодого поколения тоже лучше явно указывать и тоже лучше максимальный размер, чтобы соответствовал первоначальному. А сколько проценток ставить? Тут уже индивидуально для приложения. Например, в Твиттере утверждали, что у них хорошо показывал себе значение когда CMS молодое поколение ровно половину от старого составляло. Кроме размера хипа там размер других областей можно менять. Так, да, собственно, как CMS включается? По дефолту мы знаем ParallelGC, поэтому CMS надо указать явно. Кроме того, даже если у вас CMS коллектор включен, но при этом в коде где-то есть вызов SystemGC, все равно будет полная сборка. А SystemGC вы даже сами можете не знать, думать, что он нигде не вызывается, а он где-то внутри системной библиотек вызывается. Такое действительно есть, могу показать в коде. Просто в коде системной джавской библиотек вызывается SystemGC. Пусть уж лучше в этом случае тоже запускается цикл CMS сборки, а не FullGC. Правильно планировать цикл сборки, чтобы по возможности не допускать таких фейлов. Вообще по умолчанию у CMS такая адаптивная политика, когда начинать цикл, исходя из скорости заполнения хипа, исходя из продолжительности прошлой сборки, из того, сколько прошлая сборка освободила. В общем, все теористики работают так себе, особенно, когда у вас сценарий нагрузки такой скачкообразной. Например, раз в час вы перечитываете базу. Поэтому мы обычно просто задаем какой-то фиксированный лимит в процентах от размера хипа, когда от заполненности старого поколения надо начинать цикл сборки. Еще несколько таких трюков. Первый говорит, что перед началом цикла CMS дожидаться сборки в молодом поколении в течение 10 секунд. Что это значит? Можно на самом деле менять значения довольно сильно. Идея в том, что если вы начнете цикл CMS сборки сразу после сборки в молодом поколении, то есть когда молодое поколение максимально чистое, то тем самым вы сделаете короче вот эту первоначальную фазу initial mark, которая stop the world. Аналогично фазу final remark, можно сделать короче, если дождаться сборки в молодом поколении перед remark. Ладно, я тут останавливаться тут не буду. Еще несколько магий, специально даже не стал указывать конкретных значений, потому что они тоже индивидуальны для приложения. опять же, в твиттере GM-команда целую аналитику машинного обучения отравливается, чтобы подбирать оптимальные параметры CMS. Короче, неблагодарное это дело. начиная с девятки, уже, наверное, слышали, что по умолчанию будет другой горбач коллектор работать. Его идея в том, чтобы, наоборот, уменьшить максимальное количество настроек, максимально упростить, оставить только одну единственную настройку. что вы хотите, чтобы у вас паузы были в среднем не больше 200 миллисекунд, чтобы он сам максимально адаптировался к этому таргету. Вот обычно, когда рассказывают Джейдинг рисует такую картинку, это на самом деле все тот же один большой сплошной хип, здесь он просто удобней, его не видя прямой, а в виде такой матрицы изобразить. В действительности все пространство разбивается на регионы. Обычно его размер от 1 до 32 мегабайт. И в G1 регионы могут делиться, здесь уже нет такого четкого разделения, это вот старое, это молодое поколение, здесь регионы могут динамически менять свое назначение. Вот, например, сейчас серенькие считаются регионами старого поколения, вот те регионы, которые сейчас происходят локации, это регионы молодого поколения, вот еще Survivor Space, куда копируется. Вот, еще отдельно следует отметить такие вот регионы, которые могут занимать, там, простираться на несколько регионов, так называемые Mongors, регионы, которые вот для больших объектов, то есть там выделяете объект, допустим, 2 мегабайта, ну, понятное дело, что он никак не разместится, он вынужден будет занять там несколько регионов. Ну, такие большие объекты, они обрабатываются отдельно сборщиками. Ну, в принципе, идея-то такая же. При сборке молодого поколения берутся регионы молодого поколения, плюс Survivor Space копируются в новый свободный регион. Есть еще Mixed коллеги, то есть нет такого разделения, что там сборка в молодом, сборка только в старом, а вот есть такие смешанные сборки. Это когда к сборке в молодом поколении добавляются несколько регионов из Old Generation, которые тоже дополнительно собираются. И основная фишка J1 в том, что он может динамически подбирать, как часто проводить этот Mixed сборку и сколько регионов из старого поколения при этом захватывать. И вот регулируют эту частоту и количество регионов, тем самым влиять на длину паузы. Понятно, чем меньше регионов мы захватим, тем меньше будут паузы, но тем, возможно, чаще придется собирать мысль. И такая довольно... Кто слышал про Шинан-До-Джи-Си? Довольно свежая разработка. Проект делаем RedHut в рамках OpenJDK. Вот сейчас уже есть Java Enquancement Proposal на то, чтобы впихнуть этот Шинан-До-Джи-Си уже в основную ветку OpenJDK. И, скорее всего, он таки уже будет по умолчанию начиная с Java 10 в OpenJDK. Но уже сейчас на дистрибутивах RedHut, Enterprise, Linux и производных от него уже OpenJDK по умолчанию входит в стройную машину до ОДжи-Си. И вот по этому поводу есть такой прикол, что Oracle Linux он базируется на самом деле на как раз RedHut Enterprise Linux. И поэтому так вот получилось, что в Oracle Linux по дефолту идет RedHut-овская сборка OpenJDK с их коллектором. Прежде чем понять, как он устроен, давайте в целом взглянем на коллекторы. Значит, параллел, самый простой. В YoungGC копирование, в AllGC Mark Compact. В CMS в YoungGC то же самое, в AllGC Concurrent Mark с коротенькими паузами, Initial Infile Mark и Concurrent Sweep. То есть, в принципе, большая часть здесь происходит параллельно с работой приложения, но есть проблема, что вот эта штука у нас, она heap фрагментирует, поскольку нет никакого компакшена. Вот. G1, он тоже, у него фаза Mark на Concurrent, в принципе, уже там все гармошек коллекторы научились справляться с тем, чтобы делать Concurrent фазу маркировки графа нашего. Вот, Compact, то есть, перемещение объектов по-прежнему требует остановки, но за счет того, что мы выбираем количество регионов, которые компактим, вот, можем влиять на длину паузы. Идея как раз Shenandojisi в том же, чтобы взять лучшее отсюда и отсюда и сделать и компактищий, и конкурентный коллектор. Вот, ну, есть целая там, большая презентация Леши Шепелева на эту тему, я ее пересказывать, конечно же, не буду. Вот, но посмотрите, обязательно, очень интересно. Просто основные пойнты расскажу, как вообще, ну, как в простом случае устроено копирование объектов и обновление ссылок. Вот мы там с FromSpace в ToSpace копируем объект, да, создали его полную копию, но при этом приложение пока продолжает работать, вернее, все, приложение стоит, это у нас в Stop the World фазе происходит. Дальше здесь помечаем, что новый объект теперь находится по этому адресу в заголовке, дальше пробегаемся по всем объектам, смотрим, куда они указывают и заменяем их указатель, ссылку, проходим по этой ссылке через заголовок, меняем указатель на новый объект. Вот, теперь, как то же самое сделать, но когда у нас работает то же самое конкурентно с потоками приложений? Ну, нетривиально, потому что там одни объекты могут ссылаться на старую версию, другие уже на новую версию объекта, они могут там конкурентно что-то менять и получается, что состояние неконсистентное, как потом сливать эти объекты. Вот, совершенно. GC решает эту проблему за счет добавления лишнего уровня индирекции, то есть теперь еще добавляется еще одно хождение по указателю, вот, и благодаря нему зато мы можем сделать атомарную смену ссылок, то есть теперь forwarding pointer можно сначала спокойно скопировать полностью объект новый, в это время приложение работает, продолжается старая копия, она еще ничего не знает, а новый, ну и потом хоп, атомарно меняется forwarding pointer уже указывать на новый объект, с этого момента все одновременно начинают потоки приложения работать уже с новой копией, вот, ну и дальше уже спокойненько можно там проходиться и ссылочки менять уже вот эти вот на новый forwarding pointer, при этом приложение даже оно если оно будет продолжать работать с объектом, оно сможет как через старый указатель попасть на новый объект, так уже и через новый указатель попасть на новый объект, и все изменения будут происходить только здесь, ну как только все ссылки отсюда уйдут, старый объект можно удалить, вот, но понятно, что халявы не бывает, то есть так-то мы сделали, конечно, вот эту вот самую сложную фазу конкурентно, но при этом у нас появились куча дополнительных накладных расходов, ну, во-первых, память объекта стали занимать больше, еще forwarding pointer, во-вторых, собственно, обращение к объекту теперь стало по лишнему указателю каждый раз приходить, вот, более того, и появились барьеры там не только на запись, но и на чтение, теперь нам все чтения тоже нужно делать через forwarding pointer, помимо этого там еще появилась куча указателей, там куча барьеров, например, там барьер на сравнение объектов, потому что нам надо как-то сравнивать, например, операция равно-равно, она должна возвращать true, даже если мы пришли по этой ссылке и по этой ссылке, ну, ладно, про это все подробно у Леши в докладе, короче, проблем куча, накладных расходов куча, но зато паузы вот сильно уменьшили, вот пример, как мы попробовали вот на одном из своих реальных приложений в Одноклассниках, вот видите, раньше такие синие всплески, это вот запускалось раз в полчаса процессор индексации, поэтому были огромные паузы там доходили до 200 и больше миллисекунд, вот, при этом наше на .jc, вот, паузы вообще встали порядка 10 миллисекунд максимально, но надо сказать, что не для всех приложений, это хорошо, это вот картинка в идеале, да, но при этом на других приложениях никакой выгоды мы не получили, но зато там среднее время выработки запроса стало дольше, как раз потому, что накладные расходы, то есть идеального коллектора не бывает, надо выбирать каждый конкретный случай, индивидуально, вот, более того, гипотеза о поколениях, то, что вот надо делить на старое и новое, оно тоже, на самом деле, далеко не всегда верно, и у нас в приложениях тоже часто встречаются такие случаи, вот, знаете какой-нибудь реальный пример сценария, когда вот неверная эта гипотеза, то, что объекты в большинстве своем умирают молодыми, вот, когда это не так. Кэширование. У нас, там, наверное, чуть ли не во всех приложениях в той или иной степени применяется кэширование, особенно если, вот, LRU кэши, то есть, которые хранят данные, ну, то есть, если у вас объем кэша ограниченный, а данных много, то вам имеет смысл хранить в кэше в памяти, то есть, наиболее, там, самые недавние объекты, да, и поэтому вытесняются из кэша наиболее старые объекты. Вот, ну, как же быть-таки, чтобы, пару советов о том, как нам приходится возвращаться, чтобы вот уменьшить GC-паузы в своих приложениях. Ну, это уже тоже своего рода GC-тюнинг, но уже не со стороны опции GVM или выбора коллектора, а уже со стороны приложения. Да, сейчас будут рассказывать штуки, которые не знают, что нужно там бежать, завтра же их у себя применять. Там некоторые, более того, будут даже вредны в каких-то смыслах, но вот чтобы уменьшить паузы, чтобы там достичь high performance, вот приходится иногда к таким вещам нетрадиционным прищекать. Ну, например, слышали наверняка такое утверждение, что оно описано в книге шаблоны проектирования Design Patterns, что предпочитаете композицию наследования. То есть если вы там хотите реализировать какой-то класс внутри, который будет себя вести как хэш-таблица, то ну и сделайте внутри хэш-таблицу на пол. То есть вот это считается антипаттерном, но в реальности для высокопрознительных приложений, например, такое иногда кажется лучше. Ну, почему это лучше? Во-первых, меньше памяти занимает, во-вторых, меньше ссылок. То есть на чем мы здесь экономим? Вот как раз что не приходится делать у props getmap каждый раз, просто сразу обращаемся к его свойствам. Такие тоже не совсем объектно-ориентированные подходы. Вот есть у вас какая-то сущность с ключом и значением. Логично представить это как объект entry. Но при этом когда у вас много таких сущностей, то у вас много объектов, больше нагрузка на GC, больше потребления памяти. Можно их переписать в таком виде. И вместо кучи объектов станет всего лишь два объекта, но больших. Ну вот как частный случай такого света. Если у вас есть двумерный массив, то допустим у вас тысяча строк, пять столбцов в матрице, сделайте наоборот, просто переназовите по-другому. Знаете, в чем разница? Здесь у вас тысяча объектов, тысяча массивов по пять элементов, а здесь пять массивов по тысяче элементов. Хотя в принципе работать и с тем и с тем из приложения одинаково удобно. Еще некоторые, это тоже случай из нашего реального приложения. Какие-то кэшировали сущности, там какие-то картинки, аватарки пользователей допустим. И чтобы узнать изменилась она или не изменилась картинка, вместо того, чтобы хранить всю картинку, там хранили просто отпечаток какой-то sh1 хэш. sh1 хэш занимает 160 бит, ну и понятно там естественным образом этот sh1 хэш записать в массив байт. Но при этом знаете, это ссылка, которая идет в свою очередь на объект, у которого опять будут заголовок, длина, бла-бла-бла. Вместо всего этого можно прямо заинлайнить вот этот объект прямо сюда. То есть в виде пяти интов это будут те же самые 160 бит. Хак, но экономия памяти. Вот. Ну такие уже всем экзотические случаи, что есть наблюдение, что в Java программах больше всего занимаются строки. вот, но при этом если вы допустим формируете какой-то там ответ пользователю, там HTML страничку, да, вроде бы такая просто длинная строка, да, но на самом деле отдавать-то потом по сети вы будете массив байт, то может и не надо вам все в строке записывать, а просто изначально работать со строкой как с массивом байт. И вот даже там по налоге со стринг-билдером есть в байт-арей-билдер, который имеет все те же самые операции, но просто работает с массивом байт. Вот. И наоборот, если что-нибудь прочитали из сети какой-нибудь пакетик в виде массива байт, да, можете его распартить, создать объект, какую-то сущность, а можете работать прямо напрямую с теми байтиками, которые пришли в виде там обвернутых в байт-буфер, и тогда в принципе так же удобно может getlong, getchar, getint получать доступ сразу к полям без необходимости создавать промежуточный объект. Вот. Тут этот совет практически там всегда употребим. вот если видите в своей программе linked list, то там слепую буквально можно менять на рейлист, и это почти всегда будет улучшение производительности как с точки зрения экономии памяти, так и с точки зрения перформанса. Вот. Ну, хэш-таблицы, там, стандартные хэш-таблицы устроены как связанные списки, да. Вот. Есть хорошие альтернативы в виде хэш-таблицы открытой адресации. очень экономных. Но опять же, коллекция примитивов уже упомянутая. Вот. Часто приходится работать в приложениях с кучей строк. Там, если какой-то JSON-ответ большой парсить, или вот там страничку, HTML-страничку рендерить, вот, ну, неизбежно встречается такое, что если строить там дерево объектов по такой страничке, то получается у вас много строк одинаковых, там, TD, TR, там, call first, call last и так далее. Вот сколько строк, столько будет и повторений. Ну, потому что, там, как обычно парсится, есть у вас какая-то строка, берете substring, из нее выделяете области, а substring что делает? создает новый стринг. И так получается, прост партия или таблицу на тысячу строк воз образовалось тысячу TR, тысячу одинаковых строк. Их можно взять и дедуплицировать. Но только ни в коем случае не используется для этого метод string-in-turn. Ну, казалось бы, для этого и нужен, да, но практически всегда можно обойтись такими методами на коленке и это будет практически всегда лучше. Самый, если есть обычный конкурент хэш-мэп с методом put-of-absence заменит вам прекрасно string-in-turn. Ну, почему string-in-turn плохое? Во-первых, потому что это нативный метод, а значит, там неизбежны расходы на вызов GNI-метода. Во-вторых, это та же самая в принципе хэш-таблица, но она одна на всю GVM, то есть все GVM-части, включая там загрузчик классов, ею пользуются и нагружая ее, вы делаете хуже всем частям GVM. Какой-то вопрос был? Да, и что самое плохое, вот оказывается, что в hotspot GVM таблица не растягивается, то есть у нее фиксировано количество бакетов. Можно поменять настройки GVM-опции, но только при запуске приложения и все. Вот. Ну и там три самых главных совета как сделать ваше приложение более GC-френдли. Не используйте Finalize. Второе, не используйте Finalize. Третье, не используйте Finalize. Это, наверное, самое плохое, что можно придумать. Ну, почему? Потому что, во-первых, объекты с методом Finalize, они создаются гораздо дольше. Они там никогда у вас там никогда эта локация никогда не сработает оптимизация по избавлению от локации. То есть, всегда будет честная локация. Более того, она всегда будет проходить по медленному пути через вызов GVM, потому что этот финализатор надо зарегистрировать в GVM. Они, их не так-то сложно убить, потому что, чтобы эти объекты вычислились, должно пройти несколько циклов сборки мусора. То есть, там, при первом сборке эти объекты только находятся, ставятся в очередь. Потом еще они отдельно запускаются в отдельном потоке, поток, который запускает у них метод finalize, потом только при следующем цикле сборки мусора не может быть вычислиться. Короче, реальный случай, когда все метод finalize даже в системных классах есть такие до сих пор системные классы между finalize, наблюдалась утечка памяти у нас. Вот. Тем более, что есть альтернативы. Начиная с JDK 9 вообще сделали на mesoth finalize duplicated. Ну и появился в качестве замены ему класс cleaner. Вот. Ну а до JDK 9 можно использовать phantom reference с очередью на... да, но не только сборка мусора она приводит к GC паузам. Вот. Помимо этого паузы виртуальной машины нужны еще для другой активности. Чтобы выполнить что-то, например, там, деоптимизировать какой-то метод, в это время состояние приложения должно быть консистентным, и поэтому JDM требуется остановить потоки. Вот. Если там получить thread dump или heap dump, тоже только в JDM паузе. Короче говоря, таких VM операций довольно много, там, несколько десятков, полный список в исходниках можно найти при желании. Но чтобы понять, какие, на что вообще уходят VM-ные паузы, вот рекомендуется включить такие опции GVM, которые будут печатать статистику о сейфпоинтах. Но мало того, что вот сами вот эти операции, они требуют полной паузы приложений. Еще чтобы достичь вот этой вот, чтобы остановить все потоки приложений, на это тоже может уйти время. Просто нет такой операции вот мгновенно взять и остановить все потоки приложений. А это делается кооперативно, то есть потоки сами периодически спрашивают, а не пора ли нам остановиться, а не пора ли нам остановиться. Но есть такие довольно длинные операции, внутри которых нет этой проверки. То есть например, если вы копируете огромный массив на несколько мегабайт, то пока он целиком не будет скопирован, то сейфпоинт не наступит. А значит, что другие потоки, которые уже вошли в сейфпоинт, будут ждать, пока какая-то одна операция не закончится. Вот. Ну, чтобы найти такие проблемные места, связанные с остановкой, вот есть такие GVM-опции. То есть в данном случае все таймауты, когда не удалось достичь сейфпоинта в течение тысячи миллисекунд, будут залогированы. Так, сколько у нас еще времени? Ну, давайте еще это расскажу, да. В общем, что же со всем теперь этим учением делать? Кэши у нас есть по 300 с лишним гигабайт, а хип мы такой создать не можем, потому что там первые же full GC-паузы все там положат, может положить хорошо, если весь портал не положат. Но можно-таки поступиться теми благами, которые нам дает виртуальная машина и вернуться к своему старому доброму выделению памяти ручками и освобождением уже вне Java HIPA. Есть в общем для стандартных библиотек, в том числе и все в той же и в нашей и ванилу, есть классы для работы с кэшами вне Java HIPA. Вот, есть целые такие продукты, целые memory, гриды. Ну, как же в Java можно использовать вне HIPA? Там же все, что выделяется вроде как оператором new, все в HIP попадает. Ну, есть на самом деле много способов. Там, самый очевидный, это через нативные методы, через буферы, либо через sansafe. Ну, я сейчас чуть подробнее на каждом из этих остановлюсь. Понятно, можно написать свой метод там на C или C++, в котором выделять память через malloc-free и предоставить для Java обертки в виде нативных методов. Ну, какие тут минусы, что код будет платформозависимый, нужно будет его копировать заново для каждой платформы. Есть, впрочем, решения, которые сильно упрощают эту задачу. Например, Java Native Front-Time Foreign Function Interface. Ну, тут можете просто по названию погуглить, на первой же ссылке понятно найдется. Вот здесь я еще в скобочках взял GNI. Почему в скобочках? Потому что это, в принципе, технология уже с появлением неактуальна. То есть, в принципе, работать с нативным кодом через GNR настолько же просто, как и с GNI, только все работает гораздо быстрее, там, вплоть до машинной кодогенерации на лету используется. Ну, вот примерно как выглядит использование GNR у тебя в коде. Заметьте, никакого нативного кода на самом деле писать не надо. То есть, вы можете использовать стандартные библиотечные функции прямо из Java таким способом. То есть, описываете интерфейс библиотечные функции. Вот там стандартные типы, вроде там вот звездочка, указателя сичного, они уже замаплены на javascript классы, вроде pointer. Вот. И загружаете стандартную LFC библиотеку и все там приводите ее к типу этому LFC интерфейса и дальше можете вызывать как обычные javascript методы, но в реальности это будет нативный вызов. Ну, всю вот эту машинерию по созданию GNI оберток там все делает GNI FFI за вас. Но можно и без натива обойтись, ведь в принципе в Java еще со времен Java 1.4 есть стандартный механизм для работы со фхипом. Это директ байт-буферы. Ну, вы знаете, да, есть два типа байт-буферов, которые вот просто обертки над байтовыми массивами и те, которые вот именно через Locate Direct они выделяются, которые вот вне Java хипа. Вот. Ну, работать с ним очень просто. Есть методы getput со всеми возможными типами, как по абсолютному смещению, так и по относительно текущего положения. То есть можно использовать как стрим. Вот. Как же освобождать? Выделить-то выдели. Кто знает, как освободить вот выделенный таким образом Direct байт-буфер? Да никак на самом деле. Что нет такого. Знаете почему? Да очень просто. Ну, представьте, вы там взяли, освободили байт-буфер, а потом там bootlong сделали в него и что? Вся безопасность Java идет к чертям, потому что вы обратились неизвестно какой памяти. Можно, конечно, было бы сделать там на каждую такой вот вызов где-то или пута проверять, не был ли буфер освобожден. Во-первых, это еще нужно грамотно сделать поток и безопасно, во-вторых, это будут довольно ощутимые накладные расходы. в общем, вся прелесть таких бусеров пропадет по производительности. Поэтому освобождаются эти бусеры автоматически во время сборки мусора, если на этот буфер не осталось ниоткуда внешних ссылок доступных. Но при этом, несмотря на то, что они предоставляют доступ к вовхе памяти, они все безопасны, потому что все вот эти методы не содержат проверки на выход за пределы массива, ну, в смысле, за пределы этого буфера, и обратиться к освобожденному нельзя, потому что просто нельзя освободиться самому. вот только проблема, на дворе уже 2017 год заканчивается, а у байт-буферов все индексы до сих пор интовы, 32-битные, а уже у нас давно там мы оперируем объемами свыше 2 гигабайт, ну и конечно там очень печально, что нельзя их явно освободить, но если нельзя, но очень хочется, то, конечно, можно. Есть такой класс, он, видите, нестандартный пакетик, приватный класс, недокументирован, но вот если такие вот заиспользовать, то можно достучаться до клинера и почистить, освободить память, занимаемую этим буфером, вот. Ну правда, как только это сделаете, сразу будьте готовы к тому, что следующее обращение к этому буферу вызовет у вас краш всей GVM. Ну и сюрприз, начиная с Java 9, что все-таки обращение к приватному API становится недоступным. Ну и более того, сам этот класс переехал, по-моему, в другой пакет. Мы теперь у вас будут как минимум в ординге. Вот. Ну, как частный случай байт-буферов есть буферы, отображаемые, файлы, отображаемые в память. то есть, это те же самые байт-буферы, но содержимое в которых оно зеркалировано с содержимым файла. То есть, вы меняете буфер как бы в памяти, и он автоматически меняется в файле. Ну, правда, это может не сразу случаться, а там, через какое-то время. Операционная система сама в фоне флашит на диск измененные страницы байт-буферов таких вот. Ну, в принципе, это тот же самый байт-буфер со всеми теми же самыми ограничениями в 2 гигабайта в том, что его невозможно явно очистить, но зато есть сразу бонус, что с помощью него можно делать персистентные кэши. Они, в принципе, так же быстрые, как и обычные байт-буферы работы с памятью, но рано или поздно все это попадает в файл. Есть еще хитрость, то записи на диск медленные, но можно при помощи того же самого механизма made-by-буферов делать кэши в shared memory, и мы этим активно пользуемся. То есть в Linux есть такая виртуальная файловая система, называется tmpfs, то есть файлы в ней выглядят как обычные файлы, с ними можно работать как с обычными файлами, только они физически размещаются в оперативной памяти. Естественно, с ними работа очень быстрая, но также как с обычными файлами можно их мапить в память. Получается, что вы работаете с байт-буфером вообще как с обычным байт-буфером, ну и плюс к тому там работают всякие низкоуровневые штуки вроде send-file. так мы например пользуемся этой фичей, чтобы непосредственно из shared memory кэша отправлять данные в сокет по сети, минуя дополнительное копирование через юзер-спейс. Ну и самый наверное мой любимый и одновременно нелюбимый способ обращения ков-хипо это через опять же приватный класс send-misc unsafe, ну не случайно он называется unsafe, с помощью него можно делать всякие небезопасные штуки, именно выделять память напрямую, освобождать в ней хипо, причем здесь в качестве аргументов просто передаете адрес, ну и будьте готовы к тому, что передадите неправильный адрес, все, GVM крашнется. В принципе есть те же самые методы похожие как у байт-буферов, но только теперь они работают не с буферами, а напрямую с адресами памяти. И нет никаких проверок за выходы за пределы, вообще нет никаких проверок, максимально быстро. Более того, эти методы unsafe, они являются интринсиками для GVM, то есть компилируются G-TOM в одну машинную инструкцию буквально. И кроме того, с помощью unsafe можно создавать объекты, но при этом не вызывая у них конструктор. Мы этим пользуемся для того, чтобы делать свой логовитм сериализации быстрее стандартного в разы. зачем вообще такой класс нужен, если он такой небезопасный. В первую очередь им пользуются внутри самой GDK, то есть он для внутренних нуждей. Никто никогда не предполагал, что им будут пользоваться обычные программисты, не разработчики GDK. Но таки этот класс уже настолько повсеместно используется в куче проектах, публичных в том числе, что хотели-хотели вы выпилить из Java 9, но не смогли, потому что иначе просто половина приложений всех на Java в мире поломается. Причем вы даже можете не знать, что ваше приложение использует Unsafe, оно там через какую-то третью библиотеку косвенно его использует. Вот. Ну, получить до Java 9 в принципе можно было получить доступ к любому, даже приватному полю, там, приватного класса. То есть получить Unsafe ничего не стоило при помощи Reflection. И вот можно было зато всякие такие штуки делать. По долевому адресу памяти записать какое-то число. Как вы думаете, что будет, если я выполню программу с таким кодом? Ну, примерно уже с Java упадет с сообщением о фатальной ошибке. И все. Вот. У меня есть целая лекция на тему того, как вот разбирать краш-дампы, анализировать краш-дампы GVM. Но, скажу вам честно, это не то, чем вы хотите заниматься. Поэтому оставьте все-таки unsaved для разработчиков GDK. Но мы такие у них пользуемся. Грешны, но должны признать, но пользуйся. Ну, почему? Потому что это максимально быстро. Нет никаких ограничений. И можем как угодно орудовать память, не заботясь о ГЦ-паузе. Вот. Ну, как бы, да, все становится на порядок опаснее. Ходите, как по минному полю. Окей. Я же упоминал, да, что одно из достоинств Java, почему мы ее выбрали, что она такая вся-вся хорошая, крест-платформенная. Но в этой особенности есть и обратная сторона, что из-за того, что Java вынуждена поддерживать кросс-платформенность, и она не может так очень быстро адаптироваться к новым фичам, которые появляются в каких-то конкретных операционных системах. А мы этого хотим, потому что у нас высокие нагрузки, все-таки у нас семинар по высоконагруженным, да, операционную систему, курс. к нужным системам. И, да, чего нам не хватает от Java, то, чего есть в операционной системе. Вот, всяких фишек сетевого стека, там, специфичных опций IP, TCP и сокетов для того, чтобы там уменьшать количество раунд-трипов, как-то пакетики грамотнее объединять и так далее. Я это еще, может, упомяну, если успею подробнее. Вот, стандартная джавская библиотека для работы с SSL и TLS, она, конечно, есть, но, во-первых, она сильно уже отстает от современных реалий, то есть там в Java 8 нет таких полезных фич, как там session ticket, application layer, protocol negotiation, ну и других кучу умных слов, связанных с TLS, с вот, ну, большинство нативных приложений просто пользуются библиотекой OpenSSL и у них эти фишки есть из коробки, вот, а Java не интегрирована. опять же, для таких всяких больших и умных кэшей и работы с огромными объемами данных не хватает других опций операционной системы, например, вот, открыть файл с прямым доступом без кэширования на уровне операционной системы, для того, чтобы вот не получалось двойного кэширования, что мы там читаем файл, его себя кэшируем, еще и операционная система его кэширует, вот, чтобы регулировать там объем, поскольку операционная система зачитывает за раз там при обращении к файлу, там нет возможности закрепить какой-то участок памяти, строго физической памяти, чтобы он не свопился ни за что, вот, всякой тонкой настройки процессов и потоков не хватает, нельзя привязать поток к какому-то конкретному ядру стандартными средствами джала, или вот типичный сценарий, когда у нас приложение стартует с максимальными рутовыми привилегиями, ну, для того, чтобы там прочитать всякие файлики там с паролями, с ключиками, там, открыть порт 80-й для того, чтобы принимать входящее соединение, вот, после того, как все это сделало с условием привилегии, уже перед тем, как начать принимать запросы вот клиентов, переключить, понизить себе привилегии, переключившись с другого пользователя, ну, для того, чтобы там хакнув нашу систему не смогли получить доступ. Вот, этого всего в Java нельзя. Ну, и что приходится делать? Ну, опять прибегать к NETIL, либо все тот же GNRF FI использовать, либо вот, ну, в принципе, не раз уже рекламируем здесь сегодня в день библиотеки в NETIL, все, что нужно для нас уже используется. Вот, например, при записи снапшотов на диск, вот, когда мы там раз в два часа кэш, который в памяти, скидываем на диск, чтобы там в случае чего рестартов вдруг сервера внезапно он у нас не потерялся. Вот, и если его просто обычной записью файл флашить, то у нас все это оседает в кэше операционной системы, создавая дополнительную нагрузку на память. Вот, с помощью такого вызова можно сказать операционной системе этого не делать. Вот, но если вы пользуетесь такими штуками, всякими нестандартными специфичными операционными системами, лучше не забывать делать две реализации. Ну, зачем? Во-первых, помним, что приложения те же разрабатывают разработчики и на своих компьютерах с MacOS и Windows, что пусть хоть какая-то версия у них работает, пусть не самая оптимальная. вот так, например, в нашей библиотеке выглядит создание сокета, что вот если поддерживается наша native library, а поддерживается она в том случае, что если мы работаем сейчас на Linux X64, если удалось загрузить вот эту нативную библиотеку, то тогда создаем native socket, иногда создаем вот старый добрый java-скую реализацию сокета. Да, про сокеты раз уж я начал, сейчас выражу всю свою боль и ненависть к java-ской библиотеке стандартной работы с сетью. Ну, какие есть в java-способы для написания там своего сервера? Ну, самый простой это вот сокеты, socket.io из пакетика java.net создали по потоку на каждое соединение и вот в блокирующем режиме ждем, читаем, обрабатываем, данные приходят, обрабатываем, пишем ответ. Очень просто, довольно эффективно, но какие минусы? Что на каждое соединение нужен отдельный поток, потому что вот эти все вызовы блокирующие и на них мы ждем, висим. Это значит, что памяти нужно под стейки всех этих потоков, под все локальные данные этих потоков и кроме того, если у вас потоков становится слишком много, там сотни тысяч уже и накладные расходы на переключение контекста операционной системы уже становятся ощутимы. Наверное, скорее всего, 100 тысяч потоков даже не создадите. Вот, а при этом мы хотим держать соединение гораздо больше, чем 100 тысяч. Ну, еще минус то, что все ИО у них происходит через байтовые массивы. Нельзя просто так взять и из хипа записать данные в сокет, ну, потому что объекты в java-хипе, знаете, уже могут двигаться, поэтому как работает нативный библиотек? Сначала все копируют в массивчик в нативной памяти из байтового массива, там байтовый массив дальше отпускает, и после этого уже там медленно, но верно пишет в сокет из нативной памяти. Ну, и уже упомянутый finalizer, вот как раз пример того системного класса сокета, у которого есть метод finalizer до сих пор. И, да, пример из реальной ситуации, когда писали сервер на сотни тысяч подключений, у нас просто в какой-то момент кончилась память в хипе, там, сняли хип-дам, смотреть, что там внутри, оказалось, что практически все занято сокетами. Несмотря на то, что уже ссылок на эти сокеты не осталось, они не были вычислены просто потому, что не успели отработать их finalizer. Вот. есть другой альтернативный вариант не блокирующего его используя такую концепцию селектора. Ну, что такое селектор? Он объект, который позволяет зарегистрировать в себя несколько сокетов и одной операции select дожидаться срабатывания любого из этих сокетов. то есть вызов становится, у нас остается блокирующий вызов, но здесь мы ждем, пока хотя бы один из сокетов зарегистрированных не станет доступен на чтение или запись. по возвращении из этого метода получаем список выбранных, то есть готовых к обработке сокетов. Ну, там, если они доступны для чтения работы, читаем, для записи читаем и так далее. Вот. В принципе, стандартный механизм Java Neo достаточно эффективный. Здесь у нас уже не нужно по отдельному потоку на каждое соединение, то есть один селектор, в принципе, может десятки тысяч соединений обрабатываться. Вот. Но у него есть тоже куча проблем. Во-первых, он не потокобезопасен. То есть вот в том потоке, в котором делается селект, и там любые модификации этого селектора, то есть добавление, регистрация новых сокетов, там, наоборот, исключение селектора, все тоже должно происходить в этом потоке. Значит, здесь где-то в этот цикл надо вставить там проверку, что вот. Если у нас были, там, есть желающие зарегистрировать новый сокет, вот, возьми-ка переви селект и добавь. Вот. Он не работает для блокирующих сокетов, вот, нельзя тайм-ауты на нем настроить почему-то. а, ну и самое главное противное, то, что там внутри в реализации просто синхронайз на синхронайзе и синхронайзом погоняет, и из-за этого возникает жуткий контеншн, вот, не так давно. Кстати, не только для селектора характерно, вот, например, в стандартном джавском datagram channel для работы по ODP протоколу, он тоже весь, там, все методы синхронайз. Вот, у нас, знаете, есть приложение для видеостриминга, и вот сервер, ну, протокол, он на ODP как раз основан, и вот в какой-то момент у нас просто уже стало столько соединений, что сервер уткнулся в эти блокировки на тех, которые внутри этих datagram channel. ну и уже подмянуты в нехватке поддержки фич различных операционных систем, для того, чтобы можно было там, выжимать из сетевой карты операционной системы максимум, прогонять 40 гигабит в секунду с одного сервера. Вот, есть уже готовые фреймворки популярные, которые там отчасти эти проблемы решают, то есть часть, по крайней мере, проблемы с потоком безопасности, с тем, что нет тайм-аутов или вот, но часть проблемы не решается. Вот, поэтому, чтобы таки пользоваться высоконагруженными серверами, нам пришлось опять же прибегнуть к своей реализации сетевой библиотеки и полностью практически с нуля реализовать сокеты и селекторы. вот, уже без всяких синхронности и ограничений и с поддержкой всех возможных фич. Вот, примерно, как выглядит архитектура нашего сервера в Anil. Есть один поток, который принимает подключение входящее, ну, ничего не делает, кроме как accepted. Вот, все ИО происходит в потоках селекторов. Ну, их обычно несколько по количеству процессоров, чтобы эффективно использовать ресурс процессора. То есть, на каждый из потоков селекторов есть один объект селектор, который в себя регистрирует куча сокетов и ждет, пока какой-то из них не станет доступен. Вот, допустим, какой-то сокет срабатывает в селекторе на чтение, вот, мы его уже дальше отпочковываем в отдельный поток, в отдельном пуле потоков, ну, потому что там работа с ним может какое-то продолжительное время занять. Вот. Ну, по окончанию только он отработал, записываем результат и все, дальше помечаем этот сокет, чтобы он мог слушать следующие подходящие сообщения. фут. Зато теперь вот можно написать простой степи сервер, буквально на страничку может влезть. Достаточно просто. Все, вызвать конструктор, написать, по какому пути хотите обрабатывать, какой путь хотите обрабатывать и какой ответ посылать. Все. Это пример реально работающего сервера на Vanilla. Да, еще давайте пока в следующей части закончим. Есть вопросы. вы говорили там про обычные библиотеки, они подпружаются как обычные библиотеки в системе. Там есть какая-нибудь поддержка, защита процессов адресации, ненавистская оптимизация адресации в процессе. как происходит в библиотеке. Java машина вообще вмешивается в процессы или все равно в системе происходит. Не очень понял вопрос про вот эту часть. Да, да. А, с огрузкой библиотек. Java должна вмешиваться в каком-то смысле. То есть в конце концов происходит вызов System Lot Library, потому что это единственный легальный способ загрузить нативную библиотеку из Java и там связать ее с нативным кодом. Но при этом эта штука делает гораздо больше. То есть она на лету генерирует GNI библиотеку, которая уже стандартными средствами через System Lot Library загружается. Получается все библиотеки проходят какую-то обработку абсолютно вся и так она погружается, да? Ну, да, да. И все это происходит лениво. Да. Вот. Я просто смотрел вашу лекцию по Ванилу, которая лежит на видео как раз у Ванилу. Была какая-то старая. Ну, да, была такая. Вы рассказывали о том, как вы стивилизацию свою делали. И я хотел узнать, вы говорили, что, когда вы обновляете какой-то класс и чтобы он обновлялся на всех машинах и при этом downtime вы каким-то образом уникальны, ну, кэш уникальный для каждого имея в классе. Да, это правда. Вы знаете, кэш уникальный происходил? Ну, то есть, что у вас совсем не было тресечения. Кэш уникальный получали хэш изменившего класса, если нет, что-то поменяли. и вообще как-то. Ну, на самом деле, ничего такого специального не делали, просто хэш такой. Ну, хэш на самом деле довольно простой. Это 64 бита от стандартного MD5. В принципе, там, до недавнего времени MD5 еще считался вполне надежным хэшем. Понятное дело, что не криптографический, но для того, чтобы хорошо размешать там некоторое множество, он очень вполне хорошо подходит. Ну, с чего-то класс, ну, сколько может быть классов сервизоваться? Ну, тысячу, да, ну, две тысячи, вряд ли больше. И 64 битного пространства для него всяко хватит, чтобы с... У нас в коде есть там проверка на случай, что если мы пытаемся записать сервизатор с хэшем, который уже есть, но эта проверка еще ни разу за все время не срабатывала. хэш хэш от имен, типов и порядка полей. во мне вот тоже происходит множество использования, большое количество используемых функций, прочее, делали какие-то отдельные замеры Ну а написание на C++ с нормальной компиляцией полной сравнивали какой-нибудь перфоманс, будет ли кинейдж преимущественно? Ну, как сказать, чтобы сделать такое совсем честное сравнение с сервером, написанным на C, с сервером, написанным с Java и Vamila, то нужно целиком всю функциональность реализовать и там, и там. Понятно, это там слишком дорогой такой тест, и мы такого не делали. В каких-то простых случаях, да, делали, и в принципе разница, вот, если простым панч-бенчмарком сравнивать, там, скажем, в 10 или в 100 потоков, то пропускная способность получается совершенно одинаковая, что на Nginx, что на сервере с Vamila. Ну, правда, там скорее упирались мы даже скорее в спускную способность сети, а не в производительный сервер. Так, ну, у нас, в принципе, все время на сегодня, вот. Ну, там, в качестве бонуса еще было запланировано показать немножко про тулы джавские. Да, нет, я думаю, уже все на сегодня, да. Есть доклад, можно рекомендовать. А, да, забыл. Тут я хотел прям еще целый слайд. Там, в принципе, для подготовки вот этой лекции я... там, в том числе и куча своих докладов, ну, по всем, и все эти темы подробнее можно посмотреть в моих докладах, на конференциях J-Point и Joker. Там есть и про стек-трейсы и хив-дампы, про рантайм повседневной обязанности виртуальной джава-машины, про мифы и факты о джава-перформанс, про искусство джава-профилирования. Вот не так давно был доклад на джуге. Спасибо.